друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня меня зовут юля спасибо вам за то что вы смотрите наш канал что-то венка ничего не снимала и день сегодня обещает быть достаточно интересно на самом деле если ничего не снимаю я работаю работаю пакую собираю пакую собираю ну либо вылизываю карточки выразимся так сказать прилично вот но сегодня пятница день обещает быть интересным вечером у меня поход в театр окультуре мся маленько так сказать мы поедем в москву спалю не в театр на выступление с максимум аверином кто не знает это вот друзья мне тут подсобили горят не хочешь конечно хочу что нет все нет то когда да так что сегодня вечером у нас поездка в москву время утра полю в школе пока на в школе мне нужно сгонять в два города то что ты сижу очки натираю а вот мне нужно сгонять в два города забрать поставки 1 приехала с детством 1 деловыми линиями они в разных городах одна в каши другая ступина съездить забрать так что поехали товарищи беру вас сегодня с собой надеюсь день будет интересно слушать пока нет я новый псих я хочу себе пиджак но пиджак это ладно чтобы он был ярко зеленого цвета прям такого знаете кислотно-зеленого вот такой хочу себе пиджак перерыл и весь в адрес там таких нет зеленые цвета есть но обычно они какие-то более такие спокойные бледно-зеленые темно-зеленые вот каков то меня вот такие вот а вот ярко-зеленого нет давно хочу кстати начинаем с конца лета нигде не могу найти товарищи если вдруг кто-то знает где можно прикупить пиджак такого цвета вот такой ярко-зеленый маякните мне в личку можно в принципе в комментах оставить ссылочку но в комментах я бываю крайне редко вот буду вам ролик монтировать выгружу будет время пока он выгружается полазить посмотрю кто там что написал поэтому ну если кто-то что-то спрашивает спрашивайте всегда сразу в личку если кто-то знает где купить пиджак ярко-зеленого цвета такой причем знаете ну плотный не тоненькая кофточка такая очень плотный пиджак пиджак маякните слушайте мне еще вспомнила ищу себе водонепроницаемый на наушники если кто-нибудь в бассейне занимается и пользуется наушниками киньте пожалуйста меня тоже ссылочку полезно смотреть бывают на озоне на ватберес наушники водонепроницаемые для бассейна но они в основном идут так называемые костные то есть это такая ободок такой на шею и не в ухо ты вставляешь а вот куда-то сюда прикладываешь наушник и он тебе вот в эту часть дает звук и ты слышишь а мне нашим уж вставлялась маленький таким уж вставил шапку натянул и можно с музыкой так сказать плавать ну или заниматься можно кто за ним кто плавает у кого есть такие наушники или может быть я не права и вот эти костные лучше я просто в них плохо разбираюсь что-то я смотрела 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 эти вот которые постные наушники они музыка функции там вот это кусты они дорого стоят там шесть-семь тысяч ну круто пределах трешки может быть купить эти костные пределах трешки мне кажется они развалятся ну потому что качество все-таки за три рубля таких наушников будет не очень поэтому пределах трех рублей вот чтобы в уши вставлялись чему не делаю вот смотрите сколько вариантов я когда что-нибудь еще не могу найти у меня сразу в голове так раз 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 может найти в китае начать поставлять раз никто это еще не делает на в адрес и на озоны ну я на своей теме вечно бесконечно подумываю над разными вариантами но если в общем кто-то что-то знает мыгните и я подстриглась ну и я надеюсь все заметили что я подстриглась и стая как вот стригусь потом мне в комментариях пишут Юль как называется твоя стрижка стрижка называется я залезла в интернет открыла google или яндекс и написала женская стрижка короткая длинной челкой и залезла в фотографии выбрала то что мне понравилось потом залезла в собственную галерею заскринила залезла в собственную галерею обнаружила что этот вариант я два раза заскринила знаешь он мне попался несколько раз или два раза мне понравился я ее выбрала трижка выглядела вот так я пришла в парикмахерскую говорю я хочу вот так не сказали хорошо садись и вот меня постели поэтому если вдруг кому-то что-то надо тоже приходите в парикмахерскую делайте скрин вот этого делайте скрин скажите я хочу вот так и вот вас от мастера конечно же много зависит но я сделала вот так в общем мне нравится не чуть-чуть ничегошненько так тут вот лысая хотел еще вот здесь полоски но мастер сказала что мне не пойдут с полосками ну вот здесь вот где вот лысая часть хотел еще полоски такие выбрить мастер сказал что она ну то ли у нее нету специального этого там машинка но такая маленькая полоски делал то ли она в общем короче она отказалась полоски делать ну и ладно так тоже ничего вот ну давай уже поехали господи когда торопишься всегда все светофор соберешь открываете воротам такс деловые линии слава городе ступина загрузили мне нравится деловой линии ехать правда дальше от меня чем до кошера но здесь всегда грузят то есть мальчики они всегда тебя машину загружают приехал сухой дым и теперь надо в кошеру вздек а вот вздеки работают пару девочек и не когнул им соответственно грузить никого приходится самому таскать поэтому я максимально стараюсь деловые линии заказывать но у деловых линии тоже есть свой минус они не работают в субботу воскресенье и приходится мне вечно с этими транспортными компаниями как-то рассчитывать просчитывать если мне нужно например чтобы забрать субботу воскресенье то лучше заказывать с деком потому что эти выходные еще димьян дом бывает можно попросить загрузить ну или на крайний случай какого-нибудь сильного мужчину обычно вздеки бывают мужчины и я прошу помочь мне кто-нибудь обязательно грузить не отказывают ну уж а если уж нам совсем никого вздеки то приходится тогда дербанить коробки таскать по чуть-чуть наш деловой линии обалдеть транспортная компания и а выходные не работает кажется в нашем современном мире вас все работают круглосуточно вообще ну а у нас почему-то они выходные не работают странно по цене на доставку что там что там примерно одинаково только мне не приезжать но вот кстати сухой дым приехал меньше чем за сутки он ко мне ехал забыла как город называется ну рассмеи наверно с москвы сдэкс москвы везет два дня деловой линии меньше суток его позавчера заказала вчера мне уже деловой линии позвонили сказали что приехал общем там там есть минут минусы плюсы приходится подстраивать все в каширу теперь чо в общем как не старайся все равно иногда получаются накладки и приходится ехать туда и туда быстрее про хоть она была на пройдет в субботу или воскресенье я демьяна пошла она уже все не пришло но раз уж я еду заеду заберу а что теперь 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 сейчас и в розыгрыше магазин зайду чуть пожелать надо взять да поеду домой будем собираться потихоньку демянка просим при блин какое все узкое в кашире о это вообще все представить не можете какой здесь все малюсенькое делали года три назад в кашире этот ну типа ремонта улиц сделали просто огромные пешеходные дорожки и мизерные дороги и парковок нет но они как бы есть вдоль дороги но их настолько мало что все паркуются по дворам ну потому что там на дороге поставить реально просто некуда машине здесь вот уздек издек тоже таком дворе находится лично ну вот куда ты вот куда ты интересен и где машин не разъедутся здесь он на токусе для машины не разъедетесь как бы такой круг можно было по кругу холон машин еще поехал а в одну машину только то есть если я еду а он ну такой круг стихийный скажем так без всяких правил можно по нему и по часовой ехать и против часовой вы просто двор так сделал но если друг машин друг в другу в лоб встречаются хрен разъедешься все прям мизерные мизерные зато пешком пожалуйста ходи не хочу так уж тени и шут народа сука к пешком ходил парад можно устраивать пешеходный машины не буду 21 кто-то где пришла домой рыбку рыбку рыбкам формы кинул смотрите блин под красным светом плохо и смотреть это желтая креветка и тот непонятно вот тут у меня образовалась черная креветка на черная с желтой полосой на спине залезла пока за камерой бегала на перевернулась я когда заселяла у меня были красные креветки желтые и по-моему темно-синие ну синие такие синие все по повымерли я их не вижу но видимо они тут успеть ну что смотрите вот желтая вон желтая креветка сидит а вот черная черного цвета обалдеть первый раз так увижу ну и много всяких таких вот плохо окрашенных он сидит но это не то что парами по намешались красные желтыми синими видимо синие там тоже успели где-то поучаствовать но черным не ожидала ну большой свет включился теперь лучше видно смотрите черная и жопкой хвостом кверху интересно что когда ключа включается большой свет ну давай начинает мигать говорю в зеленый цвет в камеру начинает отдавать вот глазом не видно в камеру он как будто зеленит красота сейчас ждем приедет надо будет его обедом таскать кормить и он любит просто шнитель куриный просто жареный всего там без лука без всего просто посолить и сверху я добавляю как приправу специи которые у меня идут для сала я по-моему уже об этом как-то рассказывал в общем там только натуральные дробленые специи они используются для посыпания когда сало солишь вот для свинины прям очень вкусно получается это даже так пахнет когда жаришь там вкусно-вкусно ему очень нравится кому надо тоже я ссылку на эти специи для сал на вальдерсе оставлю в описании за комментарий прям советую всем правда получается классно так мы опять тут со своими тараканами значит у меня на озоне я ошиблась в сроке годности я поставил неправильный год ошиблась будем исправлять значит нет два варианта первый это сосиска коллаген оболочка коллагеновая для сосисок вот сюда повешу вам как она выглядит там 15 метров в тубе у нее срок годности еще целый год но я неправильно напечатала его на нескольких этих упаковках там порядка около 30 штук с моей ошибкой еще срок годности целый год а я не когда печатал этикетку неправильно поставил год и озон естественно мне пишут что подходит срок годности имеет два варианта первое это забрать со складов но мне придется ехать в самару чтобы забрать и второе ну соответственно слить его практически по себе стоимость я выберу второй вариант потому что меня вообще не не вариант их самару поскольку они там лежат самаре туда уехала их больше на самом деле то есть их всего 83 из них около 30 самаре с неправильной этикеткой и общем вы говорить это никак невозможно то есть я не могу поставить товар в акцию который находится только в самаре это сделать невозможно мне придется значит все что у меня есть тут на 83 штуки на складах на всех складах озона пихать в акцию чтобы туп чтобы там расправим все равно это будет выгодно все равно 83 все не продам а скорее всего они будут отправлять первыми те которые они мне прислали что их нужно срочно распродать врачом сейчас надеюсь вы меня поняли вот я еще не ставлю в акцию вот она тут 15 метров вот такая будет она была так было около 700 рублей 52 процента скидка 338 ссылку на этот товар кому надо коллагеновую оболочку 338 по 338 рублей там большая туба 15 метровая тоже оставлю в закрепе она уже участвует в акции если в общем успеть если сегодня не разберут завтра только ролик выйдет ну в общем тоже кому надо хватаем так здесь делала это цена которую я сейчас говорила надо 10 октября всего-то акции идет потом я вот ставлю товар в следующую акцию что после 10 октября у меня тоже крутился вот этот же товар ну скидка будет уже меньше 44 будет она по 393 меньше сделать я не знаю как они это высчитывают то есть нельзя поставить свою например скидку в акцию да товар стоил там допустим 600 рублей а я хочу распродать его по 200 так сделать нельзя можно только изменить саму цену товара но изменить цену в акции нельзя а изменить саму цену товар тоже неудобно потом как это сказать то потом будет сложно вернуть ее обратно он будет не давать твоему товару ход основываясь на том что раньше цена была намного ниже так это тоже выбрали вообще акции особенно на зоне это такая какая-то саможивущая структура которую надо постоянно контролировать он может либо поставить просто бешеную скидку на твой товар и начинает начнет сливать его по прям вообще по мизерной цене в минус даже тебе хотя там у них так хитро сделано когда заводишь товар ты пишешь цену по которой ты продаешь и минимальную цену по которой ты можешь продавать и включаешь автоматическое добавление в акцию и в этом случае он уменьшает цену на товар на твой она попадает в акцию начинает крутиться карточка ползет вверх люди видят больше и по так сказать условия они не могут снизить ниже цену ниже той которая у тебя установлена как минимальная но в новой аферте вот все эти маркетплейсы очень любят постоянно обновлять все свои аферты аферт это договор в одностороннем порядке ты его как бы либо подписываешь и доработаешь на нем дальше либо можешь там не подписывать тогда муха однако бешено летает тогда ну забираешь товар уходишь площадке тут собственно вариантов нет подписать все и вот они в последней аферте приняли такой интересный пункт что типа на товары которые там которых оборачиваемость невысокая они имеют право ставить эти товары в распродажу стока даже если цена будет ниже вами указана и короче он очень любит впихивать товары не достаточно большом количестве в эти стоки по просто бешеной заниженной цене и нужно это постоянно контролировать то есть это делается автоматически отменить это нельзя и вот раз в пару дней я обязательно сижу на зоне и чищу чем не там туда понакидал но бывают вообще прям шедевральные просто вещи сейчас я вам покажу вот у меня шпагат большие бобины красно-белый что у меня тут не поменялось эти это сейчас надо поменять шпагат значит моя цена внимание 3 ну по которой я бы хотела продавать минимальное которое я могу дать это 2 509 и он мне предлагает дополнительную скидку установить чтобы участвовать в акции и он их будет продавать по 2 949 то есть ну он дает скидку но продает значительно выше чем моя минимальная цена то есть ну вот видите 2 500 моя это 2 900 причем даже с его скидкой интерес я не знаю как он так делает был по 2 500 раньше ну то есть он там висел по в акции до там пары дней назад он был по 2 500 а сейчас он дал еще скидку и по 2 900 интересно причем интересно то что на озоне очень часто проходит бесплатное обучение на в адресе такого нет на в адресе всем на тебя насрать вообще абсолютно никаких там обучений нет один раз недели три назад в адрес прислал сообщение о том что значит будет проходить бесплатно онлайн обучение на платформе забыла но где все эти онлайн-овские курсы проходят значит нужно зарегистрироваться чтобы попасть на это обучение там не помню по какой теме было обучение нужно зарегистрироваться и тебе пришлют за там за полчаса до начала ссылку я ну стараюсь смотреть то есть если что-то предлагается озоном или еще какими-то площадками это и в интернете часто я что-то вот интересно я стараюсь смотреть участвовать у озона постоянно хотя у озона такие какие-то ребята работают я не знаю не ваще как мир всего если честно очень много заумных слов красивых заумных слов но суть всегда одна участвуйте в наших акциях продавайте свои товары за копейки платите за наше продвижение дайте нам денег вот это всегда одна суть но вот последнее обучение аж четыре часа шло или пять до трех с одиннадцати до трех сколько это получается типа было но сейчас будет высокий сезон распродажи 11 11 черная пятница новый год на носу и они там рассказывали какие они молодцы сколько они денег полупили чтобы улучшить логистику как они там вот все это работают и так далее так далее и вот они и в каждом предложении давайте минимальную цену давайте свою ищите минимальную цену давайте вступайте в наши акции то есть ну смысл всегда один я прошу-то не проект хотел сказать про что-то другое смысл у них всегда один про обучение а ну вот нам адресе то я значит я зарегистрировалась думаю ну посмотрю хоть один раз что они там такого решили нам рассказать нового интересного ну хоть посмотреть в лицо сказать тем людям которые весь этот бардак производят там короче приходит мне ссылка до начала до начала обучения на нее нажимаю а там написано достигнуто максимальное количество участников сто человек вы не можете попасть на это обучение то есть в адрес которая огромнейшая площадка сотни тысяч продавцов сделал бесплатное обучение и поставил ограничение всего сто человек то есть я там с ребятами на в чатах общих никто туда не попал никто не смог посмотреть что они там такого могут рассказать еще непонятно было оно или нет но максимально количество всего 100 человек дураки что ли то вообще на зоне кстати не очень много народу хотя они постоянно крутят все свои всякие вот эти типа а-ля обучалки мы но ничего нового они мне еще ни разу не рассказали но вот абсолютно пользуйтесь нашими акциями влезайте в наши акции давайте минимальную цену будем развиваться работа но вдруг обучение но такое дело то ну то есть ты слушай слушай что тебе говорят вдруг что-то интересненького для себя можешь подцепить но это редкость поэтому так ну что здесь я закончила значит все я проверила по перри проверила на данный шпагат поменять эту сейчас записать то забуду шпагат поменять картинку что-то на меня не прогрузилась я меня уже и собственно уже пора бы собираться второй час картинка шпагат пора собираться надо собрать вещи всем все приготовила дом все что хотел сделала тебя ждем придет так машину не разгрузит тяжелой коробки не потащу ждем не успел снять как ты несешь не успел донести это самое главное они тебе тут не будут мешать прям посередине полоска а тебе только диван нужен я поняла ладно ну там все принес 4 коробки мама под мальчик стрижется идем по девочку стрижется семейка адамс давно хотел короче я парни на усы сердце на суще успеть и шампунь купили как сухой классная вещь дату дорогой а там хватает на три раза у меня есть сухой шампунь я с собой все время таскаю в поездке чтобы домой ехать хочешь ой что это просто так ты накрасила сейчас свет так упал как будто фингал под глазом тоже увидел шаги 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 это из этого из мультика что такое нет это не про скуби ду нет 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 это просто стрижка шаги все свое стандартное положение что не надо кровать хоть отдай я не сомневаюсь ноги диван диван полежу я жду только тебя ты должна была уже давно это сделать собачку а пульс пусть и замесила а мишки вон мишки господи дунаю вот нас и остатки и я еще там в этом ну тут хватит завтра мы вернемся я не знаю это кричит может и придет на скалы мы с ней поссорились на такая вот я сейчас выберу из автобуса за тобой пойду я вышел мы пришлось ехать до верху я выхожу на выходит за мной я стою стоял за этим за гаражом смотрел пойдет или не пойдет он стоял там с тимон водила его а ты в тихорях следил я спаясь переживаю же все-таки смотрел за ним молчу их молода зелена потом потом что-то вернулся смотрю я уже не только в автобусе в магазин ушла я не понял пополнял тебе сказал что я через 2 минут сказал срочно беги я и срочно пошел я не знаю уехал на или не уехал пони ну собственно как обычно как не собирайся как не торопись пожарил картошки пожарила мясо вы дочь будешь нет я буду фунчозу сидели ждали пока на эту фунчозу заварит пока на ее поезд да дочь ну ты наелась слава богу что-то там происходит красишься красишься все а помада нужна ли ты мне весь этот они помады нужны так карандаш какую темную точку насилия вся в темных цветах косметичку распотрошил так это стегнулась молодец поль криво поль посмотри получше и салфеточкой с протри там где ровно чтобы ровно губки были посмотрите а криво края с над зеркало не в смартфон дома работа либо маленькой детки так все я все собрала в общем мы поехали зачем теперь не будет москвы без ветра и без луж потому что уже осень слушать погода в москве ваша жизнь такая ветрища на дорогу все съехал да похож вот черно-белый тоже не кутри кошка и это детки на дорогах валяются ветрища такая капец мусорку снесло даже ковер задрался у нас такого ветра сильного нет у нас пасмурно конечно деревья так шатаются но не так сильно огород у папы на подоконнике они у тебя в парнике же росли до на даче тоже в горшках а потом их обратно привезли там красный поле уже пропадает клевала аккуратнее не поломалась одна ручка придерживай другой отрывай вот приехала внучка все помидор съела и тебе тоже помидоры ну в следующем году ухаживать лучше они нас пожелтели у нас они вот почти до макушки все желтые а да ясно поняла надо бороться желтые листочки ножнички у нас два но в этот же горшок и в этот же горшок потом сбоку посадишь засохнет там останется поняла помидор таксу по всему нам сюда а маленький правда вот это амфитеатр получается какой ряд же 5 пошли слушайте ну все коротко лёлька ноги не получается очень маленькое расстояние эти коленки на нее вот так раз поднись ну да в принципе можно но если у тебя длинные конечности амфитеатр лучше не брать нам виднее те там ну да там даже маленько по знакомым да ладно все прекрасно на какой потолок колорит или не хрен конечно конечно не резал линолеум и 0 очки все тоже прикупил о молодец идем все я собрал всех своих врагов тебя больше чем ты думаешь ааааааа и ты одна из них моя плодучая ива Оказалась ядовитым плечом. Если бы я захотела, Генри, я могла бы доставить тебе неприятность. Ну, может, и незначительна для всех, только для меня. А что я знаю для тебя? Генри, в свое время я знал, как за гнева лошадь, послушница шлюха, я попробовал все. Но нет ни одной женщины во всем западном мире, которую я любил больше, чем тебя. А, Розамунда. Она умерла. А, Леонора? А, это Медуза. Моя дорогая сына. Ты чувства толку, дорогой. Интересно посмотреть, как вам стал фильм. Говорят, он достаточно убедительный для молодого хайя. Милорд! Боже, какой лошадь! Я, Леонора, я могла быть вашей сухой матерью. Все касательно здесь нужно, знаете. Добрый вечер, королевый Леонор, ваше величество. Добро пожаловать в Шимон. Лорд! Я благодарю вас за... Насколько я понимаю, ваше претензии касается принцессы Элис и ее плита. 16 лет назад вы заключили с нами соглашение. И настало время исполнить его условия. Мой гад... Добрый вечер, ты будешь драться! Джон, подумай головой. Я мог тебя предать. Почему нет? Остальные же предали! Джон, я отвернулся от тебя только для того, чтобы тереться к ним в доверие. Это сработало. Они мне поверили. Может, тебе скажут? Даже если вырвать ноги из задницы, я не поверюсь, что ты не можешь идти. Джон, если ты не станешь королем, я ничто. Только ты, стой, путь к власти. Папа, если бы тебе нужна с минуткой, мы могли бы поговорить. Я жалюсь. Ты видел Филиппа? А, помнишь поездку на охоту, которую мы запланировали на мой день рождения? Гея, со что? Забудь о ней, я не поеду. Он уже все готов. Ладно, пойду. Позовут у тебя Филиппа. Джон! Ты понравилась поездка в прошлом году? Очень понравилась. Ну, тогда в чем же дело? Ты занят. Я весьма убедительная. Тебе нужно заниматься более важными делами. Послушай меня, Джон, я ничего не смогу исправить, пока не узнаю правду. Ты отдаешь свою речь? Может, я так сделаю? Когда моя коронаврация охраны? Когда я скажу? Это не отмер! Скажи ей, как ты не усиливаешь. Ты у нас просто душка жжешь. Джон! Что это значит? Он слышал, что ты лишил престола наверху. Хотел узнать, серьезно ты это или нет. Серьезно я или нет? Кто был ему отцу и матери? Кто воспитывал самих лавей? Мы что, должны начинать? По каждую трапезу расскажем о том, кого мы любим, а кого нет. Ты обещал меня Ричарду. Ты думаешь, я так сделал? Мне кажется, тебе нравится передавать мне зрубку. Ну, Генрик, кто для тебя переходящий пристрел и все, что у тебя есть как Джон? Если я не оставлю оквитание у Джону, я сшился я. Я говорю о людях, а ты говоришь о землях. Что такое оквитание для пелионов? Нет. Это не земля. Это способ меня мучить. Поэтому она сейчас наверху, а в каждую Ричарду, дует на потухшие угли. Да, я так и вижу эту душеразбирающую сцену. Ах, мой, Игорь Нючок, я учила тебя всем языкам, и музыке мира. Ты училась, Светка, черт. Ну, восхитительно. Это были-то я. Покажи еще нас. Обойдешься. Я принесла тебе подарочек. Подарочек? Да, Боже мой. Ах, ну что же на этот раз? Как Марина все время меня страшила. Ох, какое тяжелое. Это мое надгробие. Ну, никогда ни в чем не могла тебе отказать. А вы двое достойно встречаете старость. Надо отдать вам должное. Элис, остается, ты мне нужна. Я нужна тебе, Генри, как собаки пятая нога. Элис! Я знаю, как взгляд. Сейчас он скажет, как сильно меня любит. Больше жизни с вами. Ну, я специально такое, чтобы позрить эту ссуку. Вот это тоже. Элис! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, антракт. Двадцать часа всего идет, час пошел. Час пятнадцать прошел. Прикольно. Народу не битко. Видно хорошо, а слышно все прекрасно. Я любил тебя. Разводы не будет. Не будет? Нет, не будет никакого развода. Куда? Это была просто прихорча. Слава Богу, как болел с тебя пути. Скажи мне, как мыслящий человек другому мыслящему человеку? Как ты можешь меня потерять? Я с тобой бываю рядом? Нет. Я бываю там, где ты. Нет. Я пишу тебе писем. Я не буду тебя задержать. У каждого из своих врагов есть связь в Риме. Мы отнимем тебя время? Да? А я еще не заржавел. Краска на меня лупилась. Я еще очень долго прозвужу. Сколько? Допустим. Допустим. Я задержу тебя на бок. Я не могу. Значит, это невозможно. Допустим. Но неизбестно. Что станет хрупкой Элисой, ее сморщенным младенцем? Думаешь, Ричард будет ждать, когда твоя пародия вынестит? Но ты же и не позволишь ему совершить такое ужасное преступление. Позвольте, я втолкну и вам твердят. Ты не настолько жестока. Не волнуйся, мы сделаем это только после твоей смерти. Чего ты? Ну все, закончилось. Ребята побежали на электричку. А я смотрю, тут самокатчики стоят. Мне до дома всего полтора километра. Я, наверное, на самокате доеду и в пять минут. Молшу тоже не прошу. Спектакль называется «Лев зимой». В театре имени Гоголя был. Что хочу сказать. Долго, местами интересно, местами смешно, местами затянуто маленько. Практически нет декораций. Одни только вот эти рамки, которые постоянно переворачиваются. Но, в общем и целом, ничего, сумка. Ничегошненько. За билет мы отдали три тысячи один билет. Скажем так, вот сходил, не пожалел, но второй раз бы уже не пошла. Второй раз бы что-нибудь другой бы по динамичнее посмотрела. Все, товарищи, я поехал домой. Для вас ролик буду заканчивать. Внизу в описании, как всегда, все ссылки. Всех люблю, целую. Пусть ваши выходные приходят насыщенно. Можно иногда и оккультуриться. Все, ребятки. Всех люблю, целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok